Ренкевич, обмен пленными, еще не исторический поворот, Дилфи. Инна СМИ, Россия. 9 сентября 2019 года. Прошедший в минувшие воскресенья телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Аннуэлем Макроном, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ренкевич не считает историческим поворотом. Он также с осторожностью комментирует проведенный на днях обмен пленными между Украиной и Россией, сообщает Дилфи. Глава МИД Латвии Эдгар Ренкевич в эфире передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении заявил, пока что рано надеяться, что обмен пленными, состоявшийся между Россией и Украиной, может обозначит поворотный момент в отношениях Киевом и Москвой. По мнению Ренкевича, разговор Путина с Макроном и обмен пленными можно рассматривать как своего рода подготовку к грядущему нормандскому саммиту. В субботу, 7 сентября, Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в киевский аэропорт Борисполь. В то же время самолет с россиянами приземлился в московском аэропорту Внуково. Обмен заключенными был проведен по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.